Внутри у него, как и у любой божественной структуры, лежит любовь и свет, лежит гармония. Если понимать, что все действия вот этого коллективного, бессознательного, они всегда будут продиктованы уходом от страданий, любовью и развитием, то тогда понимаешь вообще, как с ним взаимодействовать. Потому что твои программы, они тоже учтены так, но они не являются доминирующими, потому что, возможно, какие-то будут доминировать, потому что у большого количества людей они проявлены, а какие-то вообще будут исключены, когда ты будешь выпадать за рамки социума. И вот смотрите, у нас получается, что вот у нас есть элемент с одной стороны пересечения, с другой стороны взаимодействия. Вот где-то здесь у нас будет выстраиваться с ними то лезвие бритвы взаимодействия, где я еще не потерял свою индивидуальность, я ее сохраняю, но в то же самое время я не противоречу задачам бессознательным. Иногда, когда человек не принимает себя таким, какой он есть, вот тем естеством, с тем набором программ, с которыми он пришел, он пришел такой классный, у него есть такие-то задачи на жизни, он там обладает такими личностными характеристиками, у него есть такие-то программы, да. Эти программы для кого-то могут быть плохими, для него они нужны для того, чтобы он реализовался в этой жизни, да. И человека начинают продавливать, и вот это коллективное бессознательное начинает сдвигать его. Вот ты должна носить короткую юбку, ты должна делать макияж, ты должна там быть топ-моделью, ты должна быть 60-90-60, да, и получается, что если у человека не хватает личностного ресурса, и он сдвигает вот эту грань, да, вместо того, чтобы она была гармоничной, то у него возникает вот эта вот зона, эта зона напряжения внутреннего. То же самое происходит, если человек начинает продавливать коллективное бессознательное, выпендриваться и выходить сюда, да, он продавливает коллективное бессознательное, оно говорит, хорошо, но зона гармонии сдвигается, да, гармонии нет, и возникает напряжение. Там, где возникает напряжение, возникает дисгармоничное состояние. Это дисгармоничное состояние, то есть вот в этих областях нету коннекта индивидуального, естественного человека и бессознательного, коллективного. И когда вот этот коннект не наступает, энергия не течет. Понимаете, все определяет в мире энергия. Энергия, она всегда содержит информацию. Наш мозг, он всегда дошифрует информацию. Если нет коннекта, да, мозг не дошифрует. И человек как бы выпадает, он как бы выпадает из коллективной реальности, и говорить о его интуитивных свойствах, да, когда коннекта нету с информационным полем, уже бесполезно. И первая задача, вот когда говорят, я разовью интуицию тем, что я буду тренироваться на картах, там еще, да ты хоть с башкой расшибись, пока ты себя не примешь таким, какой ты есть, со своим набором программ, убеждений и так далее. Да, ты принимаешь себя, после этого ты понимаешь, вот это я хочу изменить, и я с этим буду работать, да, и тогда пошла работа. Но эта работа, это не неприятие, не непринятие. Первая фаза, это принятие себя таким, какой я есть. И вот здесь возникает опять-таки следующий диссонанс в социум. Я себя принимаю такой, как есть. Ну блин, ну ты же должна прийти на работу в короткой юбке. Смотрите, чтобы было понятно, о чем говорю, просто вот это средство, на которое мы сейчас уходим, это четвертое, все тренинги лежат на первой, второй. И мы сейчас медленно-медленно будем углубляться в измененное состояние, и через тело попробуйте прочувствовать то, о чем я говорю, потому что умом потом он будет выкидывать на какие-то образы и обсасывать, и выводить не на то осознание, что надо. У каждого человека есть вот это вот естество, стержень, который важен для того, чтобы он реализовался здесь и сейчас и проявился здесь и сейчас, таким, какой он есть. Да? И если человек вот этому естеству своему соответствует и находится в гармонии с коллективом и бессознательным, возникает нормальное прилегание этого всего, у него получается как бы бонус, расширение сознания. И есть такой момент, мы всегда говорили, помните, есть торможение и есть направление луча внимания. Куда направлен луч внимания человека, то в его жизни ярче всего и быстрее всего проявляется. внимание это определяющее. То, что вот если вы заявите, я в жизни хочу того, 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 оно все одновременно в жизни у вас не проявится. У вас проявится что-то одно. То, куда вы перенесете основное внимание. но дело в том, что вот это вот основное внимание, откуда оно берется, если оно придумано умом и оно не соответствует вот этой вот границе коннекту, да, вашему с коллективом бессознательным, с вашим предназначением, там, где идет основной поток информации, то материализовываться, оно может вообще не материализовываться. Если же вы с коллективом бессознательным находитесь вот в этой резонансной частоте, если вы четко снимаете информацию и идете нога в ногу, то вы как бы интуичите, вам даются бонусы, у вас все в жизни легко проявляется. И вам достаточно четко сказать, вот хочу вот это и вот за столько-то. И дальше вопрос времени. Время удивительный механизм по раскладке, который создан, вообще, ну вот я не знаю, в нашей реальности, наверное, один из ключевых механизмов, как он формируется. Когда проявляется время, получается, что чем больше зона прилегания, чем вы сильнее, чем больше энергии через вас прокатывается, тем быстрее у вас это все проявляется в жизни. Вселенной на самом деле пофиг, что для вас проявлять. Но здесь мы сталкиваемся с ключевым понятием, которое вообще введено было в гипнозе, потому что гипнотизеры первые до него дошли, а дальше оно, вот те, кто занимается всем этим серьезно, они понимают, что без этого никак. В гипнозе есть такое понятие, оно называется критик или цензор, внутренний цензор человека. то есть на этой границе грубо говоря есть постовой и этот постовой находится внутри каждого человека. Абсолютно внутри каждого человека. Вот этот постовой он очень четко следит за тем, чтобы, например, луч внимания, вот зона пересечения здесь, а луч внимания человека направлен где-то здесь. Здесь законы физики совсем не такие, как в нашем обществе. человек пытается левитировать, например, и его цензор очень четко включается и цензор тех, кто видит эту левитацию и говорит, нифига, это подделка, значит, там будут магнитики, там будет, там будет, там будет, и он будет объяснять всеми трепомбасами из этого мира. И сколько бы человеку, это факт такой, очень четкий, сколько бы человеку не демонстрировали реальные сверхспособности, человек все равно их оправдает чем-то. В нашем случае, например, есть демонстрация, когда четко была наша табуретка, четко был наш стакан, все было наше, не было ниточек, не было ничего, мы понимали, что стакан двигался по табуретке, все нормально, точно так же плюшевый этот шарик висел в воздухе, на нитку действовала, сила тяжести на него не действовала, и при этом наше сознание, я себя сама ловлю на мысли, на том, как мой цензор пытается достроить оправдание, как это все вписать в коллективную реальность. Дело в том, что если это не впишется, то у человека внутри будет психоз, он будет нарастать, потому что будет нарастать напряжение, сенсор снимает напряжение. Но у цензора есть вторая роль, та, которую мы можем использовать с ним договариваясь. так же ветров, как проповариваясь, в spanning со мной завтра, оθεinhая фаузuk, все этого когдаու, собяни Gathering Море, далее, еще настройка которое какое-то как бы смотреть на которое Edwards вы И это